всем доброго времени суток с вами канал артмани и сегодня у нас видео обзор на такую видеокамеру sony sc 405 черного цвета батарейка в комплекте так выглядит с этой стороны сейчас мы с вами посмотрим коробочку давайте посмотрим камеру что же у нас внутри сразу здесь показано что есть провод он находится в камере и втыкается в маленький чехольчик здесь у нас бумажечки руководство какая-то рекламка на рекламка потом здесь что-то еще от sony тут много всего всякой бумажечки гарантийный талон до стоила на 16000 вилка то есть она с usb входом это огромнейший плюс на самом деле здесь подключается к телевизору подключение зарядное устройство вот оно зарядное устройство то есть это зарядное устройство можно заряжать допустим не только от обычной розетки можно через usb внешний аккумулятор через внешний аккумулятор можно и вот она сюда вставляется еще что-то у нас есть гарантия и сама видеокамера коробочку берем вот он в принципе вот про который я вам говорила через этот провод и заряжается видеокамера и также передает данные для того чтобы передать данные нужно открыть видеокамеру и тогда она передает данные свои и будете закрытой то она будет просто заряжаться от компьютера так тоже можно здесь мульти вход есть здесь вот открывается закрывается окошечко у нас здесь можно сразу фотографировать в этом и плюс и минус я всегда считала что наоборот удобнее когда вы здесь фотографируешь нежели на экране вот особенно когда вдали и камера вот так трясется пока ты там нажмешь на экран оказывается плюс и минус здесь то есть нажать ее довольно сложновато она не такая мягкая и кадры получается как-то не очень будет в конце ролика фотография на который она делает кадры также качелька прибавить прибавить здесь снизу подключение к штативу присоединение да тут кстати аккумулятор вот он здесь он такой маленький он также продается в нашем же магазине в нашем городе он продается отдельно это тоже это гигантский на самом деле плюс потому что предыдущая камера у меня канон и его только для нее аккумулятор нужно заказывать специального сайта ждать там сколько-то времени то есть и не потрогаешь а тут можно потрогать пощупать посмотреть действительно она подходит или нет и спокойно ее брать то есть в нашем же магазине это огромнейший плюс вот я купила второй для него здесь оказывается для второго есть какой-то отдел отделчик вот не знаю как он открывается я не смогла его открыть не знаю даже не буду туда класть потому что так срочно понадобится где-нибудь в путешествие я не смогу открыть здесь открывается вот она синенькая штучка отодвигается и все вот да стоила она три с половиной тысячи где-то на один час ее хватает вот но как я говорила большой плюс то что можно зарядить от внешнего аккумулятора то есть одновременно можно и заряжать и снимать то есть просто купите внешний аккумулятор и огромный ну смысле большой по объему и спокойно там дальше снимать так также карта памяти на 64 гигабайта больше она не берет класс 10 до вот он 10 класс то есть ну такая вот она там стоила назад полторы тысячи данный сет мы кстати все покупали вторую я покупал точно такую же за 900 рублей на зоне и в сети link она тоже стоит 900 рублей так посмотрим дальше нашу камеру камера здесь есть для удобства открывается здесь вот есть карта памяти как раз лежит и подключение чему-то там короче вот она хорошо так закрывается довольно кстати довольно легкая двигается также они живут не двигается а вот так вот вот то есть такой кстати способ тоже довольно удобный тем то что вы сможете и на штатив допустим прикрутить и вам надо что-то высоко очень заснять вы ее над собой держите смотрите на экранчик и снимаете очень удобно допустим чтобы себя вот поснимать то есть она подходит очень и также наклоняется допустим если вы хотите посмотреть снимки видео допустим где-то будет сняли и хотите посмотреть также здесь он экран не сенсорный есть специальная кнопочка вот здесь меню вот вроде бы хорошо видно не так отсвечивает смотрите так здесь написано по-русски ожидан то принципе камера для мужчин очень хорошо подойдет где именно по-русски написано ожидан то есть ожидает вот так режим съемки то есть фильм и фото то есть тут видео и фото так камера микрофон пробежимся давайте по настройкам так кстати шум ветра про микрофона здесь только он можно шум ветра как бы включить чтобы не был так сильно не шумела либо отключить и будет шум ветра это вот единственно это минус на другой видеокамере у меня пять функций также шум ветра она отключает там ветер и городской шум допустим пение птиц если хочу заснять там что-то такое на нее кстати на мою камеру отдельно тоже обзор есть здесь еще микрофон нормальный нормальный низкий то есть высшего нету естественно выберите нормальный так он тут количество из как качество изображений кстати качество кадров лучше выбирать 50p картинка во время съемки она более плавной более мягкая у меня есть 50 и она тоже мягкая то есть камеры которые вышли в 2019 году может быть чуть-чуть на год раньше у них есть 50 и а так есть 25 то есть 25 она более будет скакать вот у той камеры меня 25 она прям картинка скачет вот то есть я это узнала только недавно то есть ну вот эти они в принципе одинаковые так функция воспроизведения редактировать допустим что-то удалить и установка тут тоже настройки разные usb подключения usb питания то есть все включено вот установление даты времени вот и также вот здесь вот тоже есть сбоку самые основные также тут написано пять часов и две минуты это как раз съемка сколько займет в карты памяти то есть не сама не самой камеры и также когда она снимает она сказать и минус не показывает сколько времени я уже снимаю здесь вот например откроем а вот она кстати включается нажимаем вот пошла запись то есть тоже все по-русски написано а вот все по-русски написано запись то есть для мужчин это как раз самое то если девушка попросит мужчину пожалуйста поснимай меня и потом у него спросить ну что запись пошла там написано там да написано запись вот отключаем вот тут нет есть конечно другой способ вот не нашла вот это она показывает три секунды там четыре секунды есть вот так ты снова не нажмешь так также поговорим о ее плюсах плюс она очень легкая она очень легкая она весит где-то на сайте написано двести семьдесят грамм что ли надо прям вообще просто легкая по сравнению допустим с моей вот так же вот она при ходьбе очень мягкая очень там тоже в конце ролика будут на нее будут видеоролики в конце как они как как она при ходьбе себя ведет и как ведет моя другая камера моя вторая камера это вот канон и конечно они две совершенно разные но у них в обеих есть плюсы и минусы то есть вот здесь вот допустим в ней плюс то что можно звук делать разный можно пение птиц записать она записывает это не записывает вот то есть шум ветра это убирает хорошо это не очень хорошо вот то есть тут еще меня будет слышно тут будет слышно плохо вот здесь сенсорный экран здесь нет сенсорного экрана это тяжелая это легкая легкая конечно удобнее но когда держишь в руке ее просто не замечаешь мне начинает быть страшно что я могу ее уронить вот но это уже слишком тяжелая ну тоже как то вот большой плюс является то что эту или давайте так здесь вот от usb входа ее заряжаешь то есть можно ее зарядить всегда и где угодно то здесь уже только от розетки других способов нету я пробовала нету вот пробовала пыталась купить разъем для нее специальный сделать сама для usb входа не нашла минус у нее то что вот эту вот как раз батарею можно купить только на официальном сайте canon здесь же она продается в магазине в любом вот то есть можно прийти потрогать пощупать и взять вот так же здесь минусом является вот этот вот провод если с ним что-то произойдет то вам будет сложно ее зарядить или просто даже перебросить данные если не вынимать допустим карту памяти вот поэтому стараешься всегда поаккуратней хотя эта камера она продается уже с 2016 года то есть она считается лучшей качественной sony вообще в принципе очень качественной вот то есть она является хорошей когда я выбирал вот эту свою камеру я как раз выбирала вот между этой и этой ну я подумал что здесь экран не сенсорный это будет не очень удобно и взяла canon но правда на самом деле лучше берите вот эту ее можно всегда везде зарядить а то что экран не сенсорный но это это даже мне кажется даже лучше потому что сенсорный экран он когда-нибудь сломается а здесь вот ну там правда джойстик конечно но я им особо не пользуюсь у меня все настроено поэтому все хорошо вот так же на них на обоих будет в конце ролика видео как при ходьбе они то есть разница какая лучше фотография вот звук то есть все это будет в конце ролика надеюсь он получится не совсем длинный вот так это мы убираем в принципе вот он наш весь обзор здесь также есть индикатор когда она заряжается заряжается на около пяти часов где-то так также кнопочка записи увеличивает она довольно неплохо кстати нормально так вот это они как-то тоже периодами то это лучше то это лучше вот как-то хотел я вот эту продать думаю оставлю только эту но нет здесь очень хорошо записывать звук пение птиц мне очень нравится его записывать вот она очень хорошо записывать мне нравится поэтому я думаю проще иметь конечно две камеры для тех людей которые путешествуют то есть одна села записываешь на вторую вот ну вот в принципе на сегодня это все с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно пишите комментарии пишите свои вопросы я на них отвечаю мне будет приятно если вы напишите вот так же смотрите мои другие ролики мои влоги как мы живем с ночью как мы отдыхаем также путешествие наше скоро путешествие на теплоходе раскрою вам секрет вот и я буду снимать на эту камеру и на ту конечно тоже вот кулинария также много много всего и всем спасибо за просмотр и смотрите дальше там сейчас будут ролики дальше про эту камеру и ее качество поэтому не буду с вами до конца прощаться иду не спеша иду не спеша камера на камера на камере иду быстро иду быстро ложись иду indie лир и и и Продолжение следует... 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 Выделение цвета. Только красный не подошел. Высокая контрастность черного и белого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok